Всем привет, друзья! Многие помнят, как выглядел мой дом до пожара. К сожалению, у него теперь совершенно другой вид. В памяти о нем осталось несколько фотографий и вот это видео в ютубе, где я изготавлял фальш-окно на скворечнике. Затем сквозь раму закрепил окно на оцинкованные саморезы. Поставил пластиковые наличники и обшил фронтон сайтингом. Ну вот и все, фальш-окно готово. Смотрится в принципе неплохо, а главное, выглядит как настоящее. Так вот оно выглядит с расстояния 1 метр. Так вот с 6 метров. Ну а так, примерно с 20. Ну а теперь с 20 метров выглядит вот так. Зрелище довольно удручающее. Вот они, совместные постройки. От одного соседа страдает другой. Наш дом был на две квартиры. Как вы поняли, моя квартира была с левой стороны, у соседа с правой. Давайте зайдем, посмотрим, оценим разрушение и стойкость материала к огню. Ну словами тут не объяснить. Сами все видите. Крепко и словационный язык так и напрашивается. В общем, крыша сгорела полностью, ее теперь нет. Нет теперь и фальш-окна на скворечнике, да и самого скворечника тоже теперь нет. Окна обгорели, стекла полопались. Сгорели верхние венцы сруба, а вот стена из арбалита выдержала испытание достойно. Слегка только немного обгорели краешки щепы и деревянного каркаса. А так стена вся целая и ремонта не требует, в отличие от бревенчатой. По классу горючести арбалит относится к группе РП1, то есть не распространяющей пламя. Поэтому огонь этой стене практически никакого вреда не принес. Арбалит, в принципе, неплохой стеновый материал. Я бы даже сказал, довольно-таки хороший. Который практически не горит, практически не гниет, практически не ломается. И при этом при всем, он очень теплый. Теплопроводность его составляет всего лишь 0,12 Вт. Но, к сожалению, в производстве он слишком трудоемкий и себестоимость у него слишком большая, чтобы свободно конкурировать с другими стеновыми материалами. По этой причине многие фирмы, как моя, не выдерживают конкуренции и закрываются. У меня на канале есть видеоролик о барбалете, посмотрев который вы можете ознакомиться со свойствами и характеристиками этого материала. Ссылку на видеоролик оставлю в описании. Но прежде, чем приобрести этот материал у какой-либо фирме, наведите о ней справки, почитайте о ней и отзывы. Повторюсь, материал в производстве трудоемкий и затратный, поэтому для того, чтобы оставаться на плаву, некоторые фирмы, мягко говоря, работают недобросовестно. Оставлю здесь небольшой отрывочек из видеоролика. Заинтересует? Переходите по ссылке. Напомню, что это видео 11-летней давности. Это песчано-бетонный блок. После того, как я сломал уже несколько таких блоков, решил записать это видео. А это мой самый первый блок, изготовленный из арбалита. Вот его-то я здесь и испытываю на прочность. Вес песчано-бетонного блока 32 кг. Вес арбалитового блока 17 кг. Это практически в два раза меньше. Чтобы как-то уравнять положение, арбалитовый блок ставлю на ребро. А дальше смотрите, что из этого получается. Харясь! И очередной песчано-бетонный блок не выдержал нагрузки. Дальше поменяю блоки местами. Уже буду бить тяжелым песчано-бетонным блоком по арбалитовому. А вы считайте, с какого раза я его разобью. Напоминаю, что песчано-бетонный блок тяжелее арбалитового в два раза. В итоге, в таком положении, на ребро, тот блок я так и не смог разбить. Только после того, как он прошел все эти испытания, я его положил, так сказать, на бочок, и после нескольких ударов он все-таки сломался. И сломался он не сразу, не за один удар, а ломался он постепенно, в течение нескольких ударов. У бревен, на мой взгляд, было бы повреждений намного больше, если бы не обшивка сайтингом. Также, на мой взгляд, сайтинг спас гараж, который находится рядом с домом. Сайтинг не горит, а плавится, что дало нам выиграть несколько минут. И этих минут хватило для того, чтобы подоспела помощь пожарных. Думаю, отчасти, благодаря сайтингу, у нас есть хоть какое-то временное жилье. Да, мы расположились в этом гараже. А куда ж деваться? Слава богу, крыша над головой есть. А вот если бы при герметизации пазов я использовал правильный герметик, то повреждений было бы еще меньше. После пожара мне один из подписчиков прислал вот это видео. Посмотрите. На данном объекте делали теплый шов. Через пару месяцев случилось коробка замкания, и дом изгорел. Сейчас восстанавливаем. Но герметик остался целый. То есть вот, грубт погорел, а герметику хоть бы хны. Использовали герметик Альфа-Пласт 136. Цвет золотистая сосна. Вот как она была золотистая, так и осталась. Адгезия с деревом отличная. Местами он такой же эластичный, как при нанесении. Вот тянется. Так что вот такие дела. Сейчас будем шлифовать, восстанавливать. А герметик, наверное, мы просто отмоем, и все. Вот место примыкания. Вот оно горело, горело, и... А здесь все чистенько. Поэтому герметик это сила. Вот тоже герметик был. Здесь все беленькое, здесь вышлифовываем. Да, герметик это сила, но не каждый. После присланного видеоролика, я решил проверить состояние герметика на своем обгоревшем дому. Герметик я использовал ремерс, который, как видите, после пожара, превратился просто в труху, пыль, а местами просто выгорел. По этой причине, на следующее утро, мне вновь пришлось вызывать пожарных, для того, чтобы все хорошенько пролили, потому что я побоялся нового сгорания. Раньше дом был конопачен паклей, о теплом шве тогда даже и не знали. Во время пожара герметик сгорел и обнажил паклю, которая и начала тлеть внутри паза. Как раз вот об этом моменте сын записал кружочек в телеграм. Вот здесь вот, вот где эти соединения, вот эти бревна, вот здесь между ними был, там загорелось чутка, вот тлело. Повторюсь, на своем доме я использовал немецкий герметик Ремерс. Степень обгорания бревна практически такая же, как в присланном видеоролике. Но вот термостойкость герметиков, как мы видим, совершенно разная. И в этом испытании, даже на наглядном примере жизни, наш российский альфапласт по своим характеристикам снова на ступень выше немецкого Ремерс. О герметике альфапласт группы компании Тамантен у меня на канале есть несколько видеороликов, где я провожу над этим герметиком свои испытания и также его сравниваю с Ремерс. Почему мое сравнение идет именно с Ремерс? Потому что я раньше старался работать только им и считал его одним из лучших. Но прогресс, как мы видим, на месте не стоит. Разрабатываются все лучшие и лучшие образцы с улучшенной формулой и характеристиками. Одну из отличительных особенностей этого герметика вы только что видели. Не горит. Еще альфапласты отличаются отличной адгезией, хорошей эластичностью и функцией саморазглаживания. Вот небольшие вырезки из видеороликов. Это шов герметика Ремерс. Ремерс – плотный материал и усадки он практически не дает. Поэтому на его поверхности заметны все малейшие погрехи. После высыхания герметика они никуда не исчезают. А это шов герметика альфапласт. Вы здесь что-то подобное видите? Уверен, что нет. Все разгладилось просто идеально. И причем самостоятельно, без какой-либо дополнительной доработки. В руках у меня сейчас шов герметика альфапласт 136. Сейчас мы увидим, до какой длины может растянуться 10-ти сантиметровый шов герметика спустя год выдержки. Шов разорвался на отметке в 24,5 сантиметра. На мой взгляд, это очень хороший результат. Теперь давайте испытаем Ремерс. Какие результаты он выдаст? Опаньки. Только начал тянуть и что мы видим? Шов начал деформироваться и появились небольшие надрывчики по краю шва. Видно, время в подсобке ему на пользу не пошло. Ну что, продолжаю тянуть. Посмотрим, при какой длине он разорвется. Хотя он уже и так по всей длине рваться начал. Разрыв произошел при длине в 20 сантиметров. Но сам факт того, что он начал рваться при начале растяжения очень удручает. А вот, ребят, вам еще один эксперимент. И доказательство того, что адгезия у альфапласта просто на высоте. Это шов Ремерс, насколько вы помните. Все остальные альфапласт. Поверхность этих досок не грунтовная. То есть перед нанесением герметика грунтовкой я их не пропитывал. А это вообще, чтобы вы понимали, это кусок, отрезанный от стенда. Край стенда. Вот для начала давайте попробуем опять оторвать Ремерс от дерева. А потом уже альфапласт. Ну и как вам адгезия Ремерса? А он ведь считается одним из лучших. И я так считал, пока не испытал альфапласт 136. После испытаний мое мнение кардинально поменялось. Вот посмотрите. Даже без особых усилий я тяну за герметик, и он свободно отходит от блокхауса. Если бы у него была хорошая адгезия к чистому дереву, то он бы не отошел от доски, а просто бы разорвался, не выдержав нагрузки. Так что, вот так вот, ребят. Те, кто хочет использовать Ремерс, перед его нанесением обязательно грунтуйте поверхность. Грунтовка многократно улучшит его адгезию. Ну а тем, кто не хочет заморачиваться по этому поводу, рекомендую альфапласт 136. Этому герметику вообще пофигу к чему прилипать. Хоть к грунтованной поверхности, хоть к чистой. Держится везде просто замечательно. Не оторвать. Это вот я ковыряю альфапласт. Он просто разрывается, но от дерева не отходит. Для тех, кто заинтересовался герметиком альфапласт, всю нужную информацию оставлю в описании к видеоролику, а также закреплю ее в первом комментарии. Действительно, материал достойный и в этом убеждаюсь я в очередной раз. Ну а сейчас покажу, что удалось сделать после пожара и на каком этапе восстановления дома я остановился. Первым этапом работы это конечно было уборка гари, хлама, грязи, то есть разбор завалов после пожара. Субтитры создавал DimaTorzok вторым этапом был. это монтаж временной крыши над теми комнатами, которые не пострадали от пожара, то есть которые не требуют восстановления. Это те комнаты, которые сложены из кирпича и арболита. А вот что делать с бревенчатыми стенами пока еще не решил. Оставить, перебрать, горелки выкинуть, нарубить новый или все нахрен сломать и построить из негорючего материала. Есть у кого какие мысли на этот счет? Может подскажете, что? Просто если строить заново, очень накладно получается. А если восстанавливать опять из бревна, то, если честно, я уже боюсь. Боюсь повторений событий. Поэтому и хочется снизить все риски. И еще хочется. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в тушении пожара и в ликвидации его последствий. Всех, кто оказывал и оказывает помощь. Материальную, физическую, финансовую. Кто выражал слова поддержки, предлагал свою безвозмездную помощь. Всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме, всем я вам очень благодарен. Сказать, что я рад, слабо сказано. Я счастлив, что со мной рядом столько добрых людей. Низкий вам поклон, друзья, от всей моей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok